здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки задача номер пять и сборника кирика самостоятельно работа 9 достаточный уровень смотрим что это за задача тело свободно падает с высоты 100 метров без начальной скорости какой путь проходит дело за первую и за последнюю секунду своего падения очень известная задача она встречается не только у кирика во всех практически задачниках такая задача существует и так что мы должны с вами узнать какой путь тело проходит так вот что интересно у этой задачи есть ну элементарно простое решение ну просто элементарно простое вот так нет же некоторые то сказать начинают тут мудрить так вот я вам покажу самое простое решение и более-менее мудреное и так вот первая секунда да это одна секунда ну и за последнюю секунду дело должно пролететь вот этот вот путь значит вот это вот путь который проходит за первую секунду вот а вот это вот путь она проходит тоже но уже за последнюю секунду и мы с вами должны допустим найти s1 и найти s2 да вот все ну что Что касается С1, тут вообще делать нечего. Кстати, нужно оговориться, давайте с вами будем принимать G за 10 метров на секунду в квадрате. Не за 9,8, а за 10 метров на секунду в квадрате. Ну, понятно. Значит, это тело не бросают вниз, его просто-напросто берут и отпускают. Он начинает падать. Сопротивление воздуха, естественно, здесь не учитывается. Так вот, С1, это у нас будет GТ квадрат пополам. Ну, пусть будет это Т1. Но Т1-то у нас равняется одной секунде, вот это вот время. Значит, что у нас получается? Что С1, получается 5 метров. Почему? Ну, 1 в квадрате 1, G деленное на 2, это 5. Все. По поводу С1 мы с вами нашли. А теперь смотрите, как интересно получается. Получается, что тело падает с высоты 100 метров. Вот. На это требуется время. Давайте это время найдем. Да? То есть, вот это весь путь. Не С1 плюс С2. Вот весь путь С. Это у нас будет GТ квадрат пополам. Правильно? Ну, и что будет отсюда следовать? Что Т равняется квадратный корень 2С, деленное на G. То есть, С у нас равняется корень из 20. Понятно, да? 2 на 100, 200. 200 делим на 10, 20. Корень из 20. Ну, можно взять калькулятор, естественно. Вот. Подсчитать. Корень из 20. Получается 4,47. Вот. Получается 4,47. Там дворечку еще видел. Я тоже запишу. Да? Секунды. Вот что у нас получилось. Не С, а Т. Господи боже мой. Вот это все время падения. Все время падения. А мы должны с вами узнать, да? Какой путь оно проходит за последнюю секунду. А вот теперь у меня вопрос. А вот это время чему будет равняться? Да? Т2. Чему будет равняться? Т2. А вот Т2, это у нас будет все время, да? Отнять одну секунду. И получаем 3, 4, 7, 2 десятых секунды. Поэтому я сейчас смело могу найти весь путь, который тело пролетит до того, как оно начинает лететь в последнюю секунду. Правильно? То есть я могу найти вот это вот С, ну пусть будет 3. Вот отсюда до сюда. Значит, С3 у нас получается вот это же Т2 квадрат, деленное на 2. То есть 5 умножить на 3, 4, 7, 2 в квадрате. Берем калькулятор. Берем калькулятор, да? Три, 4, 7, 2 в квадрате, умножаем на 5 и получаем 60.2, 7, там 3, 9, ну пусть будет 4 десятых метра. Ну и все. Значит, за последнюю секунду, за последнюю секунду, С последняя, это у нас будет весь путь отнять С3. То есть что я должен сделать? Из вот этого числа, вернее из 100, отнять вот это вот. И мы с вами получаем 39 за последнюю секунду. Тело проходит 39,726 метра. Вот таким вот образом решается эта задача. Все. Эту задачу мы с вами решили. Но помните, я вам в самом начале говорил, что эту задачку можно решить и чуть-чуть, так сказать, посложнее. Ну чуть-чуть посложнее, но давайте с вами посмотрим, как же это делать. Начнем все сначала. Начинаем все сначала, 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 сначала. Значит, известно у нас, первая секунда, пусть нас уже не интересует, мы там на этот вопрос ответили, вот так вот. Значит, что у нас получается? Отсюда-сюда, да, и отсюда-досюда. Вот, что у нас получилось. Пусть это у нас будет с1, пусть это у нас будет с2. То есть, с2 это тот путь, который пройдет падающее тело за последнюю секунду. Понятно, что с1 плюс с2 это у нас 100. Правильно, да? Ну вот. Значит, что же у нас тогда получается? С1, это у нас будет gt1 квадрат, а путь будет gt квадрат пополам. То есть, вот это время t. Правильно? Правильно, естественно. А вот это время у нас чему будет равняться? Одной секунде. Правильно? То есть, все время движения, да, все время, это у нас будет t плюс 1. Это у нас общее время, да, движения. Понятно, да? Вот. gt квадрат пополам, это все время, это весь путь, он будет складываться у нас из чего? Он будет складываться у нас из gt квадрат пополам и плюс пройденный путь за последнюю секунду. А вот здесь вот у нас будет чуть-чуть посложнее. Чуть-чуть посложнее. Что же, почему же чуть-чуть посложнее? А дело заключается в том, что вот здесь вот у нас была уже скорость. Помните, v равняется v нулевое плюс gt. Ну, v нулевое здесь было равно нулевое. Вот это вот, про это нулевое говорю. А v равняется gt. Вот. Правильно? То есть, s2, это у нас будет равняться gt. Ну, s2, это у нас v нулевое t плюс gt квадрат пополам. В общем виде, да? Вот. Только вот это вот v нулевое, v нулевое, это скорость вот здесь. Она равняется gt. Правильно? Значит, а вот это время, это у нас одна секунда. Это у нас одна секунда и здесь одна секунда. Понятно, да? То есть, что я пишу? s2, это у нас ничто иное, как gt. Вот gt. Теперь она что должна умножить? На t1. Это v нулевое t. И плюс gt1 в квадрате пополам. Это получается 5. То есть, у нас получается gt плюс 5. Где t, это время вот этого. Да? Значит, что у нас получается? Плюс gt плюс 5. Вот. gt плюс 5. Ну и что? gt квадрат пополам, это же 100 у нас метров. Значит, что у нас получается? У нас получается 95. gt квадрат это 100. Отнимаем 5. Получается 95. Равняется. А t, это вот это вот время, которое мы сейчас с вами найдем. Это равняется 5t квадрат. Правильно? Плюс 10t. Вот. И у нас с вами, ребятки, получилось квадратное уравнение. Сокращаем все на 5. Сокращаем все на 5. И мы с вами получаем. Ну, давайте запишу 5t квадрат плюс 10t минус 95. Все это будет равняться 0. Сокращаем все на 5. Получается t квадрат плюс 2t и минус 95 на 5. Это будет 19. Равняется 0. Ну, и отсюда что нужно найти? Найти нужно будет t1. Ну, t1 и t2. Значит, t1, 2. У нас будет равняться минус 1 плюс минус. Опять-таки, 1 плюс 19. Да? Значит, время будет равняться минус 1 плюс минус корень из 20. Ну, и вот, смотрите внимательно. Корень из 20. Вот. Отрицательного времени здесь не может быть. Правильно? Значит, корень из 20. Нужно отнять единичку. И мы опять находим с вами, что время, которое будет отсюда до сюда, 3,472 секунды. Все. Значит, мы можем найти путь s1. Он будет у нас равняться 5, ну, уже t квадрат пополам, да, и умножить на 3.472 в квадрате. У меня такое ощущение, что я уже об этом рассказывал. В квадрате умножаем на 5, и получаем 60.278. 278. Ну, я так получил. Значит, s2, это будет 100, отнять вот это 60.278. Вот. И мы с вами снова получаем, что s2 равняется 39.72 метра. То же самое, что мы с вами получили и в предыдущей задаче. Где-то так. Ну вот. Я вам показал более простой способ, более сложный способ, но он тоже имеет право, естественно, на существование. Вот все. Учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи вдруг становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы еще не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всего-всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok